Незаконные ЛНР запретили украинские лекарства, а российские не завозят, об этом пишет обзор LGUA. Российские фармацевты ввели ограничения для представителей террористических республик. Им запрещено закупать большие партии оптом и разрешено рассчитываться только наличными. Российская сторона приняла такие меры, чтобы обезопасить себя от дальнейших санкций, передает информатор. Кроме того, лекарства, которые в России продавали для незаконной ЛНР, отпускались по ценам в несколько раз выше украинских аналогов. Но и этих уже не будет. Работа международных организаций, которые могли бы помочь людям медикаментами, остановлена главарями террористов. На оккупированных территориях гуманитарная катастрофа. Нищета вынуждает жителей оккупированного Донбасса обменивать ценные вещи на еду, пишет Донбасс.ua со ссылкой на издание «Сегодня». Резкое повышение цен на продукты и товары первой необходимости на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вынуждает местных жителей идти на обмен. За пачку подгузников для ребенка они готовы отдать фирменную сумку и расплатиться замшевыми туфлями за любые фрукты. Журналисты провели расследование, посетив известный сайт, где можно продать или обменять личные вещи. Сообщений от жителей Донецка и Луганска много. Наибольшей популярностью пользуются овощи, фрукты, орехи, крупы и сгущенка. Работы на оккупированных территориях нет, денег нет. Поэтому люди отдают все, что есть в доме ради элементарных продуктов, чтобы было чем кормить семью. В так называемой ЛНР, в частности в Брянке, школьникам выдали российские учебники, изданные в будущем 2016 году. Фотоучебника английского для младших классов оказалось в распоряжении редакции информатора. Отпечатана книга московским издательством «Просвещение». Содержание книги также сомнительное. Родители рассказывают о многочисленных ошибках. Несколько тонн таких школьных учебников бережно собраны и доставлены 37-м гуманитарным конвоем из России. Очередной факт второсортной бракованной заботы Российской Федерации.